В Верхоянском районе отметили День полюса холода. Празднование начали с конных скачек, далее жители танцевали осохой, а завершился праздник первым конкурсом матерей Верхояния «Леди полюса холода». Обо всем по порядку расскажут наши корреспонденты. День зимнего солнцестояния 22 декабря уходящего года войдет в историю Верхоянского улуса еще одной яркой страницей. Так, самый короткий полярный день года распоряжением главы Верхоянского улуса объявлен Днем полюса холода. Хотелось бы верить, чтобы это имело большое новое значение для всех наших Верхоянцев, для всех нас. На торжественном заседании ряд жителей Верхоянского района получили заслуженные награды за достигнутые трудовые успехи и активную общественную деятельность. А доклады участников научно-практической конференции удивили даже знатоков истории и краеведения. Верхоянск наряду с полюсом холода должен получить новые обозначения, новые значения. Как самого северного центра в мире развития скотоводческого типа хозяйства. Через два года город Верхоянск отметит свой знаковый юбилей. И праздник полюса холода станет новым этапом развития не только туриндустрии, но и социально-экономического развития Арктического района. Впереди зима с трескучими верхоянскими морозами. И новый праздник верхоянцев поможет пережить не только зимние дни без солнца, но и сохранить тепло души многонациональных жителей самой холодной точки планеты. Альбина Паулова, Новокосаха, полис холода, город Верхоянск.